В 22.46 6 мая поступило сообщение о возгорании и строении в деревне Студенец Осташковского городского округа. На место экстренно выехали пожарные расчеты. В 0.55 7 мая возгорание было локализовано. В 6 часов утра объявлена полная ликвидация пожара. Развитию пожара способствовало неудовлетворительное покрытие дороги, плотная застройка. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседние строения. В результате пожара огнем уничтожено 3 дачных дома и 4 хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки. К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 40 человек и 12 единиц техники. МЧС России напоминает – следите за состоянием проводки, используйте исправное электрооборудование, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Вашневолодским межрайным следственным отделом регионального СК проводится доследственная проверка по факту падения пятилетнего ребенка из окна трехэтажного дома в поселке Красномайский. С полученными травмами мальчик доставлен в больницу. Следователи устанавливают все фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственное управление по Тверской области в очередной раз просит жителей региона соблюдать элементарные меры безопасности, которые позволят сохранить жизнь и здоровье детей. В преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тверской области совместно с кадетами школы номер 16 приняли участие в акции «Гвардейская смена» и провели субботник на территории мемориального комплекса «Рубеж». Росгвардейцы с кадетами привели в порядок территорию комплекса, посвященного героям обороны Калинина в ноябре 1941 года. Собрали мусор и сухую траву, покрасили бордюры. Сотрудники и военнослужащие ведомства ежегодно участвуют в акциях по благоустройству воинских захоронений и мест боевой славы города и области. Подвиги героев не должны быть забыты. Помнить их имена – это нравственный долг каждого из нас. В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тверской области присоединились к ежегодной всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». Личный состав регионального управления и экипажа вне ведомственной охраны вручили георгиевские ленточки всем желающим, объясняя, что означают ее цвета и как правильно ее носить. Офицеры Росгвардии встретились с тверскими школьниками, рассказали им о подвигах советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны и историю возникновения черно-оранжевых ленточек – символа воинской славы, памяти и связи поколений. С наступающим праздником Победы поздравили пассажиров и гостей города на железнодорожном вокзале Твери. К всероссийской акции «Георгиевская лента» присоединились сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном подразделении. В знак уважения, чести и памяти о наших дедах и прадедах, защищавших Родину, гостям областной столицы и пассажирам вручили символ Победы – черно-оранжевые георгиевские ленточки. Рекомендую разместить их на одежде у самого сердца.